Так, для начала мы пойдем в менеджеры, посмотрим, в принципе, что нам менеджер, какие инструменты предоставляет. Быстренько, краткий обзор проведем. Просто освежить память, и может, тех, кто вообще новенький, не работал с менеджером, будет полезно. Ну, и тех, кто давно работает, в принципе, тут есть кое-какие штуки, которые новые, совсем недавно появились, поэтому погнали. Первая вкладка «Разработка стратегий», здесь мы выбираем всяческие параметры, составляем свои стратегии, кнопочка «Рассчитать», мы рассчитываем некоторые результаты по этим стратегиям. Ну, давайте просто там что-нибудь введем для того, чтобы что-то произошло. Ну, например, я выставил тур седьмого и выше, хочу работать с P1, допустим, со всеми, как они. 1, 0, 1, 9, 9, 9. И, допустим, ТБ тоже хочу выставить что-то. Ну, давайте тоже пока к 1, 0, 1 и выше. Так, каким-то образом сюда фора попала. Наверное, случайно клацем где-то от шута. Так, ну и здесь можно выбирать всякие G-параметры, но мы пока выбирать не будем, просто посмотрим, что мы здесь можем. Мы можем сохранить этот фильтр, чтобы он у нас был потом в списке. Допустим, тест 1. Можем сюда у кого-то из знакомых попросить код на эту стратегию и ее добавить. Ну, также есть минус стратегия. Это уже когда у вас там все рынки будут покрыты, вы можете вставлять какие-то минус стратегии, которые будут исключать из выбора те матчи, которые подошли в те стратегии. Ну, и кнопочка «Рассчитать» мы, собственно, рассчитываем, получаем результат по вот этим фильтрам, которые мы указали. Как только оно рассчиталось, мы попадаем на вкладочку «Результаты». Тут есть несколько веток информации. Результативность нам показывает, сколько игры, допустим, набрала домашняя команда в этих играх, сколько вы ее знаете. Это реальные голы. И, я так понимаю, это тоже реальные голы для первого и для второго. Также у нас есть информация по исходам. Сколько в процентах было из этих матчей севера на П1, сколько нича, сколько П2, ТБ и ТМ. Тут у нас рои основных рынков. Ну, давайте мы сразу сегодня рассматриваем тоталы, посмотрим на тоталы. Рои по открытию у нас минус 5.12. Рои по закрытию на тотал больше минус 4.49. То есть видим, да, по открытию маржа побольше, чем по закрытию. Ну, это очевидно. То же самое на ТМ, открытие-закрытие рои. И ожидаемые рои по ТБ и по ТМ. Дальше у нас вкладка профиты. Показывается, сколько матчей было, в принципе, в этой выборке. Какой итоговый результат в номиналах. Можно нажать на какой-то, допустим, рынок. И тут нарисуется графич, как оно там сливалось. Ну, а мы, конечно же, будем строить так, чтобы оно не сливалось, а шло вверх. Ну, и профит по линии закрытия. Пин плюс СБО. Ну, я так понимаю, СБО как брали. То есть тут чисто закрытие пинки, по идее, должно быть. Так, ну, мы работаем с большой выборкой. Это почти вся база. Ну, вернее, не почти. А вся, начиная там с седьмого тура. Поэтому тут аж 40 тысяч матчей. Поэтому может долго процесситься там этот график. Ну, потом будем смотреть попозже на эти графики. Что у нас еще есть? У нас есть вкладка параметра IGG, которая нам позволяет увидеть средние значения для многих показателей почти всех. Ну, даже всех, которые есть в менеджере, увидеть, какие средние значения были для этой выборки. Позже тоже к этому инструменту перейдем и сможем увидеть, чем она может быть полезна. Тут есть общие, по общим показателям стата при 0-0, при ничье, при плюс 1, плюс 2. Ну, отдельно можно посмотреть. Также есть вкладочка прошедшие матчи, в которой мы видим, какие матчи попали в эту выборку. Коэффициент открытия, коэффициент закрытия, а также информация по ожидаемым рои основных рынков. Зелененьким показывается там, где ожидаемый рои был положительный, ну, с минусом, где отрицательный. Наша задача строить стратегии, чтобы по нашему исходу, на котором мы строим, ну, максимально было много зелененьких. Вот. Идем дальше. Будущие матчи. Ну, эта опция доступна для тех, у кого активирована лицензия IGFULL. Ну, тут, в принципе, все то же самое, что в прошедших матчах, только будущие матчи. Плюс можно настроить себе уведомления, чтобы по вашим статегиям приходили вам результаты в телегу и все такое. Ну, тут я останавливаться не буду, потому что у меня просто нету IGFULL. Я использую API. Дальше. Настроечка колонок. В этой вкладке вы можете добавлять свои какие-то формулы, добавлять какие-то новые колонки. Вот. И позже я вам на примере тоже покажу, как это делать. Дальше есть вкладочек, пару вкладочек, которые мы пропустили. Это сохраненные стратегии. То есть, вот я, допустим, тест один только что создал. Могу нажать там поделиться, вгенериться код. Я могу кому-то отправить. А также могу нажать показать и перейду непосредственно к разработке стратегии. Она, в принципе, тут уже подгружена, поэтому я в нее же и попаду. Также у нас есть новая относительно вкладка создания кластеров, которую я тоже вам покажу попозже. Тут мы можем несколько стратегий объединить в один кластер и потом удобно анализировать, допустим, результаты по всем стратегиям сразу. Так, ну вроде бы ничего не забыл. Это очень-очень кратко о возможностях. И дальше мы пойдем уже непосредственно к изучению.